Когда я слышу себя когда-то по записи, это так медленно этот Делендорф говорит, с каким-то бэ-бэ-бэ. Ну вот я вам просто... Интересуйтесь, торопитесь. Да-да. Я рассказываю. Хорошо, дорогой. Я рассказываю абсолютно без всяких купюр, без ничего. Поверьте, что так оно и было. Да в общем-то, знаешь, что Делендорф, по-моему, отец мне жалуется, что я когда-нибудь вору. Потом вторая выставка. Года через два или три. То же самое, в том же составе. А я как раз уезжал к Альпе, в Америку, к дочке. Я говорю, ребят, я не могу, я вот уезжаю, я уже все, билеты, все. Ребят, скажут, не беспокойся, все мы сделаем, все. Была вторая выставка. На этой второй выставке я приехал 13 февраля, когда она закрывалась. Во-первых, это было на Ермолаевском. Во-первых, почему-то оставили только меня на месяц еще продолжить. Во-вторых, я там не был. Я никому не ходил, никого ничего не просил, ничего-ничего. Это было без моего ведома. Значит, и во-вторых, что меня удивило, что на этой выставке, значит, они выставили, вот уже в Музее современного искусства, сами, выставили ту работу, которую я им подарил. Все остальное, это вот то, что я оставил, и ребята развешивают, да? А во-вторых, значит, а потом я увидел еще одну бронзовую работу. Никому я не продавал эту Бусе, эту работу. Оказалось, что Зураб Константинович самостоятельно у Данелии, у Галереи Данелии, в галерее Пантана, выкупил вот эту работу, которую она когда-то у меня купила. И ее поставили. Это вот такая музейная, понимаешь, как тебе сказать, мораль. Не подход, а это, понимаешь, кому это надо? Кому это? Это мне надо было. А сделали это они без всякого моего ведома. Понимаешь? Признание. Да хорошо. И потом вот с этой выставки, правда, они очень недорого, но у меня купили там штук, наверное, 6 или там теперь музеев 8, а можете даже больше графических еще работ купили. Где деньги, мальчик? Я ничего, не шелохнулся, ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, не ходил, не спрашивал, не просил. А? Деньги сам тратил? Какие деньги? 6 травм купили. А не у графика. Ты думаешь, что я им отдал тратить деньги? Я сам тратил деньги, которые они купили у меня, это я сам тратил. Вот это вот, так сказать, лицо. Вот это лицо. Потом. Такая тетка, которая там работала. То есть, когда позвонят? Сколько там еще? Она предложила, говорит, давай я с Василием Зурамовичем поговорю, чтобы, может, тебе там выставку сделало. Это треть, уже дубль три. Это дубль три. И Зурам? Ну что, Василий Зурамович согласился. Зурочек такой, ясно. Согласился. А в течение какого срока все было? Это бесплатно. Это бесплатно. Бесплатно. Понимаешь, Костя? Три, да? Три выставки было? Бесплатно. То есть, когда мне позвонят, скажут, ну вы будете делать, я могу сказать, что я буду только бесплатно, потому что Андрей Евгеньевич Делиндорф делал бесплатно. Если ты хочешь настучать на меня, то настучи, кто ж тебе не вели. Не буду, ладно. Костяк, ты понимаешь, ты как-то странно ставишь вопрос. Сообщество у вас какое-то непонятное. Хочешь что-нибудь бесплатно-то можно для Лазаря сделать? А я вообще, да. Что за сообщество такое? Вот ты пойди к ним, вот ты к ним с этим вопросом обратись. Нет, к ним я не могу, они же не друзья Лазаря. Я тоже не их друзья. Ну, Наташа пошла и говорят, деньги на бочку. Да? Ну, ну. Ну, я могу сказать, что я знаю цены, и он, конечно, назвал минимальную сумму. Ну, вот. Ну, я... Чтобы один день кто-то побродил. Просто вот это... Нет, просто... Смешаться. Нет, просто потом никто не ходит туда, это факт. Да. Ни один одного человека не бывает, только, наверное, сейчас. Часто не надо. Но это не вся песня, Реган. Нет, про семейские все эти говорили, но это можно и не делать. Это не вся... Это не вся песня. Костяк, а Пушкинский что, совсем ничего? Ну, там же тоже сумма. Тоже сумма? Конечно, конечно. А как же? А в музеоне... Они, во-первых, с каталогами все делают. То есть... Они не могут сделать выставку без каталога. Каталог кто будет оплатить. То есть, это выливается, наверное, в еще большую сумму? Да. Да? Нет, но я бы за 250 тысяч даже в Пушкинском музее не стал быть. Нет, это я сам. Я не понял. Мы бы и за 5-5 тысяч. Если вам нравится, товарищ Дельендорф или Тавел Вальевич Лазарь, ну, пожалуйста, выставляйте. Ну, наверное, это правильная позиция, вообще-то, для художника. Ну, что ж художник должен еще платить за... Нет, но потом приходят, например, друзья и говорят, хорошо какую-нибудь выставку. 250 тысяч мы это, в общем-то, запорожец. Арендное помещение, считается, да? Ну, то есть... Ну, ладно, ты выключай.